Йоу, чуваки, всем привет, с вами снова Лёха, и этот видос я хотел сделать достаточно давно, этот видос очень важен для меня, я даже больше скажу. Короче, перейдём сразу к сути дела. Я думаю, из названия вы поняли, о чём сегодня пойдёт речь. Короче, я думаю, многие из вас или кто-либо видел вот этот вот видос у Руслана, отвечу сразу на главный вопрос. У меня не сундром Торетто, вообще никак, у меня просто похожие тики, и Руслан попросил меня высказать вообще своё мнение из жизни по этому всему поводу. Ребят, у меня не Торетто, но у меня ситуация тоже не очень клёвая и не очень классная. Короче, тики у меня начались примерно лет с 12, поначалу они были такие себе слабенькие, я там что-то этот, как-то иногда ногой что-то дёргал, всякие такие, знаете. Незаметные движения, которые вылились в то, что я имею сейчас, а именно это постоянный вот этот челюстной тик, который спадает только в моменты, если я пью таблетки, либо же я пребываю в состоянии почти полного спокойствия. Поэтому вот. Из-за вот этого прикольного тика у меня адски болит шея, у меня адски болит спина, потому что вот так вот всё время напряжение, и тебя дёргает, и это не прикольно, это больно. И третье, у меня стачиваются зубы, особенно нижние, поэтому вот. Благодаря этому тику мне, походу, придётся потом делать новую челюсть. Классно, болеть это не круто, ребят. Многие на стримах заметили то, что я бываю агрессивным. Я миллион раз говорил, ребят, да, у меня есть проблемы с агрессией, я не могу это контролировать, оно само. Но нет, люди всё равно этого до сих пор немного понять. Я уже сколько, три года получается в видеоблогинге. Полтора из них я, в принципе, пытаюсь не скрывать то, что меня дёргает, и у меня есть какие-то проблемы с психикой. Но людям без разницы. Люди готовы, точнее, люди привыкли к тому, что если ты блогер, то ты всем им обязан. Ты должен быть добрым, ты должен быть смешным, весёлым. И без разницы, что твоё состояние тебя просто пытаются убить, и тебе приходится снимать, допустим, ролик с лицом. А вот именно поэтому ролики с лицом появляются не так часто на моём канале. Потому что, знаете, когда вырезать из 15 минут ролика 10 минут, где упаковывать сижу, это не очень клёво. Это просто не очень классно смотрится. И мне как бы тоже не очень хочется, чтобы люди это видели. Потому что, ну, ребят, люди, у которых есть тики, они меня понимают. Это выглядит не очень классно. Да, может, для тебя и твоего окружения это прикольно, это нормально, и все привыкли. Но поверь, для людей, которые видят тебя в первый раз, ты можешь стать и наркоманом, и ещё чем угодно, блядь. Поэтому, извините, конечно, но ролики с лицом не выходят именно по этой причине. Потому что я просто не могу вырезать столько материала. Я даже не знаю, что ещё там наснимать тогда. У меня ролик выходит на минуту, если я удалю всё дёргание и прочее. Так, диагноз. Как вы уже поняли, у меня не синдром Торетто. У меня невроз навязчивых движений. Это единственное, что я смог выбить от врачей. Вот именно вот эти вот три прекрасных слова. Из меня делает овощи, которые просто лежат на диванчике. Ничего не делает, тупо смотрит в одну точку. У меня на таблетках пропадает вообще какое-либо желание что-либо делать. Поэтому как-то так. Теперь я хотел бы затронуть массовые мероприятия и прочие штуки. Так вы знаете, я переехал в Красноярск. И достаточно большое количество людей попросило меня сделать сходку. Но я уже на протяжении двух лет повторяю, что, ребят, извините, конечно, но сходок от меня в соло не будет. По причине того, что я себя не контролирую. Мои эмоции, моя агрессия, мои антики, это все не контролится. И я не знаю, что может произойти. Вы поймите, когда ты просто идешь в толпе, а у тебя наушники в ушах, ты игнорируешь всех и вся. А здесь толпа людей пришла именно к тебе целенаправленно. И я просто, я не хочу, чтобы у этого всего был какой-то неприятный и неприкольный исход. Мне как бы это не очень нравится. Поэтому, да, я не против того, что ко мне подходят люди на улицах или еще что-то. Но сходку я не хочу. Максимум, я бы подсосался к кому-то. Вот если кто-то из моих друзей будет делать когда-то сходки, и вдруг я окажусь в том месте, где он ее будет делать, то я как бы присоединюсь, да. Но чего-то прям сольного вряд ли, ребят, будет. Можете даже не ждать. Так, отношения людей. Ну, я уже вроде в этом ролике немножко об этом говорил, но скажу именно по своему окружению. Все мое окружение, кто меня знает, давно я видел вот это все. Они к этому привыкли. Также, когда я знакомлюсь с новыми людьми, я стараюсь сразу говорить о том, что Йоу, привет, я Леха, и вот меня может иногда дергать, я могу иногда лагать. Не обращай, пожалуйста, внимания. Это у меня такие вот нервные тики. И, ну, большинство людей ничего против не имеет, лишних вопросов не задает, и все классно, круто. Но все равно, бывают иногда ситуации, что ты можешь идти, там, по улице, стоять в магазине, тебя бурдергают, там, чуть ли не охрану вызывают на тебя, не знаю, тебя могут мусора просто остановить, сказать, а вы-то под чем, молодой человек? А ты идешь, блядь, типа, такой, прикольно, я не употребляю наркотики от слова совсем, типа, и, ну да, Леш, ты наркоман, получается, пошли-ка в отделение. Это не круто. Мне кажется, это просто из-за того, что в России менталитет в плане подобных вообще заболеваний, это, эх, на счет, иди, уроки сделай, там, что-нибудь еще, короче. Вот это все, что взрослое поколение, оно не хочет принимать факт того, что депрессия, это невыдуманное состояние, что неврозы, это не просто, когда ты такой, ух, я злой, все, сейчас посплю, и все нормально будет. Нет, это не это. Это полноценные психические заболевания, от которых людям плохо. Это не клево, когда ты ходишь, вот так вот дергаешься, ты из-за этого, мне страшно, типа, контактировать с людьми иногда, потому что я боюсь того, что они могут подумать обо мне. Хотя я это никак не могу контролировать, да и лечить это, в принципе, как я вижу, в России не хотят, потому что купировать это просто гребанными транквилизаторами, это не прикольно, это не классно, и это не помогает абсолютно. Тебя просто пичкают тем, что овощи, все. Да. Также у многих был вопрос, как раз таки у людей, которые, в принципе, обладают подобными штуками, что и я, как я, в принципе, немножко стабилизирую, нормализую свое состояние. Ну, последние полтора года я открыл для себя такую вещь, как природа. Вы знаете, на самом деле это очень круто, когда ты уезжаешь куда-то хотя бы на неделю, ты просто выходишь, садишься на какую-нибудь просто левую скалу, у тебя нет ни связи, ни интернета, у тебя нет никого, кто будет надоедать тебе, кто будет тебе что-то говорить, что-то писать, что-то звонить, ты просто отдыхаешь. Мне просто дико нравится, я вот могу пойти, допустим, куда-то на природу, сесть, либо с наушниками в ушах, либо просто вот, просто сесть и начать думать. И знаете, вот несколько часов таких мыслей мне, в принципе, становится немного легче, мне как-то даже немного проще, и у меня тики немножко, так вот, чуть-чуть спадают, потому что, ну, мне кажется, это тоже, это очень хорошо помогает, ну, по крайней мере, мне. Ну, или просто прогуляться. Также люди думают, что бухать, это классно, и это помогает от тиков и прочего. Скажу так, нет, это не помогает. Это помогает вам только на тот момент, когда вы пьете, а на утро вы просыпаетесь, мало того, что у вас дикий похмелоз, такой вот, такой вот, лежите и дергаетесь. Это не прикольно, это не круто. Поэтому вот. Ребят, что я хотел вообще сказать этим роликом? Как бы, здоровье это важно. И поймите меня, пожалуйста, если я на стримах агрессивный, если я кому-то написал какой-то комментарий, который выглядит как агрессия, извините, пожалуйста, я болею, я с этим ничего не могу сделать. И если вам это не нравится, то можете уходить, я вас не держу. Еще раз говорю, я не смогу просто физически сделать образ вот такого, я самый добрый, я самый крутой, я просто Влад А4. Я такое не смогу сделать. Просто физически не смогу. Поэтому, ребят, еще раз, извините, если кому-то не нравится то, как я веду себя на стримах, то, как я там делаю что-то, то, пожалуйста, не надо мне об этом писать, просто молча возьмите и увидите. Всем спасибо за просмотр, с вами был Леха. Как бы вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Люди, у которых тоже есть проблемы с нервными тиками, хочу почитать об этом в комментариях. Мне просто интересно, что еще бывает у людей, потому что я из таких людей знаю только буквально себя, Руслана и чувака, который был второй со мной в ролике в Атурусе. Поэтому, ребят, пишите комменты, мне будет приятно это почитать. До следующего ролика. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова